Всем привет, друзья! Мы сегодня с Игорем ответим на все ваши вопросы, постараемся на самые нормальные вопросы ответить. Вы писали в ВКонтакте, в Инстаграме. Кстати, подписывайтесь на наши Инстаграмы с Игорем, ссылки будут в описании. Там всякие опросники проходят, интересные фотки и всякое такое. Подписывайтесь, а мы начинаем. Погнали! Назар Ногатков спрашивает, как увеличить силу удара. Ребят, как увеличить силу удара, будет отдельный выпуск с нормальной, четкой программой. Все будет рассказано с научной точки зрения, все будет классно, вам преподнесено. Ждите. Так, Никита498 спрашивает тебя, как вырубить человека, который больше тебя по росту и массе? Ну, во время ведения боя с таким человеком никогда не надо идти напрямую на линию атаки, надо постоянно обходить его со сторон и наносить удар, я думаю, в челюсть. То есть, обошел, накинул, обошел, накинул. То есть, постоянно двигаться? Постоянно передвигаться, да. Ведение боя с таким соперником должно быть не напрямую, а постоянно в обходы. Александр Белянушкин спрашивает, как убить себе страх? Ребят, если есть какой-то страх, надо идти против него и делать все, чтобы погасить его, то есть, заниматься. То есть, ты боишься чего-то? Пошел, сделай это, доставил себя, через не могу. Да, я добавлю немного, у певцов, артистов, там, актеров, у всех есть страх перед выходом на сцену, поэтому, когда вы начинаете что-то делать, то у вас страх пропадает. А до этого всегда будет, это нормальная человеческая природа. К тебе опять же вопрос, Сергей 3К спрашивает, пускай расскажет про свой рацион, сколько он качается и т.д. Он мощно выглядит. Давай, скажи, какой у тебя рацион? Пока, ребят, рациона нету, пока я кушаю все подряд, занимаюсь по своей программе. Она примерно такая же, как вы видели на видео, в котором мы записывали с Артуриком. Но скоро у меня будет определенная программа на массу и определенная тренировка. А сколько ты качаешься уже лет? Ну, вот это после армии, после 19 лет, где-то в армии я начал лет 19, сейчас мне 25, 6 лет где-то занимаюсь. Ну, перерывчиками, допустим, этой зимой я вообще не занимался и схуднул на 5-10 кг. То есть сейчас я форму свою только возвращаю. Как увеличить скорость удара? Об этом тоже будет выпуск, ребят. Так, дальше, как выработать правильную технику? Нужно постоянно ее оттачивать под присмотром тренера, то есть без грузиков, без ничего, с перчаточками, спокойненько, легко накидывать на грушу и смотреть под присмотром тренера. Как плечо поворачиваюсь, как ножки двигаются. Так, Венстаркот спрашивает, было ли желание бросить? Просто у меня вот через 8 лет занятий каратэ, желание это усиливается. Как это избавиться от этого желания? Ребят, самый простой совет, развивайте себя во всех сферах. Когда надоедает вам, не знаю, тайский бокс, идите на дзюдо, надоело дзюдо, займитесь ММА, займитесь самбо, займитесь, не знаю, чтением книг, пением, танцами, столько всего в мире. Так можно себя развить. Вполне правильно. Так, Олег Симен спрашивает, что делать, если твой противник в 2 раза больше тебя, и тебе хочется нанести ему удары, но ты думаешь, что он тебя задавит, своей массой и телом, как собраться с духом. Спарринговаться, постоянно спарринговаться с партнерами, которые больше тебя. Вот и все, самый простой совет. Рики Тикта, блин, я, короче, не понимаю вашей ники. Спрашивает, как правильно тренироваться на обработку удара сила, точность и скорость? Ну, все вместе нельзя сразу тренировать, надо все по отдельности, но об этом же будет у нас с тобой отдельно. Да, об этом мы, я думаю, еще снимем в выпуске, и потому, и потому, и потому ждите. Как совмещать боевое искусство и спортзал? Ну, наверное, надо тренироваться в спортзале не как я тренируюсь, а совмещать более, делать такие упражнения, которые направлены на отработку данного вашего боевого искусства. То есть, там, гантельку взять, если у вас там бокс взять, гантельку отрабатывать с гантелькой, плечики забивать. Там, или подтягиваться, не как я подтягиваюсь, допустим, да, беру вес и на две руки, а подтягиваться к одной руке, потом к другой. Потому что во время борьбы вы же двумя руками не тянете, в основном одной борьбой кинули, там, другой рукой кинули, там. Следующий вопрос Саша спрашивает. Лучшие техники, приемы, как вести себя в уличной драке и т.д. Так, ребят, ну сначала определитесь, сколько ребят на вас нападают, вот, и от каких вы сможете убежать. Не, а если серьезно, то уличная драка, она совершенно отличается от на ринге в бою, потому что там нет уже судьи, никого нету. Под рукой у вас есть любые палки, камни, если вас что-то угрожает жизнью, любую палку схватили по лицу, там, в камень кинули, там, что угодно, любые вспомогающие средства используйте. С вами никто честно драться не будет. Да, если вы не умеете драться, то я советую использовать все, что есть под рукой, да. И хоть глаза выдавливать, хоть что, лишь бы себя спасти. Следующий вопрос спрашивает Миша Зинчук. Как тренироваться на грушах? Гениальный вопрос. Да. Ну, грушу надо бить. Все. Ну, на самом деле, ребята, если по-серьезски, то старайтесь устраивать в грушу спарринг. Поставили себе таймер 2-3 минуты, сколько раундов определитесь, там, не знаю, 5 раундов, и отрабатываете на грушу удар. То есть поработали защиту тут же, там, хоп, ножка ударит, тут же серию отработали какую-то. Старайтесь сериями, то есть наработка сериями. Там 2-3 удара, там, 3-4 удара, ну, не больше. Так, следующий вопрос, ребят, как не закрывать глаза при ударе в голову? Тренироваться, все в тренировке. Есть такой хороший метод, берет оппонент мячик, ты стоишь к стенке, он бросает в тебя мячик. То есть закрыл глаза, мячик попал в тебя. То есть стараешься не закрывать глаза, мячик летит, поворачиваешься, ставишь уклончики, блоки и постоянно наблюдаешь за мячиком. Далее ты уже привыкнешь к реакции и будешь не закрывать глазки. Так, бай, 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 блин, я не могу эти, короче, ники читать ваши. Как быть, если 5 гопников вымогают деньги? Бежать, 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 5 раз бежать. Так, спрашивает у нас Михаил Баканов, как вести себя, чтобы не попасть в драку. Ну, ребят, это элементарно, не провоцируйте такие ситуации, идете по улице, да, видите темный переулок, видите светлый переулок, видите в темном переулке ребята сидят, пивко распивают, 7 пирасов. А пойдите по светлому переулку, зачем вам лишние проблемы, зачем провоцировать это, старайтесь не провоцировать данные ситуации. Короче, чувак спрашивает, какие лучше купить перчатки? Ну, все зависит, для чего они тебе нужны. Если ты хочешь на группе и на лапе отрабатывать, то тебе не нужны ММА перчатки. Тебе нужны перчатки 10-унцовые, 12-унцовые, в обычные боксерские перчатки, в которых ты будешь работать на груши. Так, спрашивает Саях Алиев, как укрепить кисть? Ребят, для меня был самый обычный метод, это наработка ударов и отжимания на кулаках. Больше, ну, возможно, экспандер тоже использовал, но в основном это отжимания на кулаках. А еще есть такой тип, типа тренажер такой, берете и крутите вот так его, внизу блин висит, и вы его так крутите, хорошо укрепляет на самом деле. Даниил Шерстюк спрашивает, сколько у него рост и вес? Давай с первого ответим. Так, рост у меня 178-177, вот, вес у меня 79-80 кг, пока что далее пойду на массу. Последний вопросик, я не понял, кто спрашивает, я уже телефончик убрал, спрашивают, как обезвредить человека? Нанести ему удар, который он не ожидает. В любом бою, даже на ринге, самые неожидаемые удары, которые ты наносишь, он больше всего шокирует оппонент, потому что он не знает, откуда он прилетел. Вот, когда последний бой смотрел, Кармье с Джонсом, там Джонс нанес хайкик, и Кармье даже его не видел, тем самым, как бы, Кармье оказался в нокауте. Такие вот дела. Так, внуков Ге спрашивает, за кого болеет, за Флойда или за Конора? Ребят, я болею за Конора, потому что меня более симпатизирует как боец, как ударник. У него очень интересный стиль, он чувствует тайминг вообще абсолютно, то есть, где оппонент находится, в какую секунду ударить, блин, вот это мне очень нравится в нем. Вот, блин, ну Флойд, у него бои такие скучные, он уходит постоянно, прячется, блин, мне это вообще не нравится. Да, он бои выигрывает, но это неинтересно, это скучно. Конечно, когда будет бой Конора с Хабибом, я, конечно, буду за Хабиба болеть. Мне тоже задавали такой вопрос, я думаю, что я за Конора больше болею, потому что интересно посмотреть, как ММА будет драться с боксером. То есть, ММА мне больше как-то по душе, а то и ноги, и руки, и так далее. А тут, короче, ему придется только драться кулаками, да, то есть бокс. Конор выиграет! Да, будем надеяться. Гарриф Никита спрашивает, через какое примерно время ждать первые результаты от единоборства, какими они должны примерно быть? Ребят, ну это все зависит от вашего количества посещений и тренировок, то есть частота посещений, во-первых. От вашего тренера это зависит. Но я думаю, месяца через два можно ждать результатов, если вы довольно частенько поете. При занятиях единоборством тело будет становиться большее накачивание? Если заниматься, какими единоборствами? Если заниматься борьбой, то, да, возможно, рельефность небольшая. Если только боксом, там, и ударкой, то нет, вы будете сухие, как, не знаю, как Флойд, как Конор, не будет у вас на меня расти мышца. Это надо заниматься стягощениями и постоянно увеличивать веса. Ну вот он как бы ответил на твой следующий вопрос, чтобы занимаясь боксом набирать мышечную массу, что нужно делать? Он ответил. Ходить в зал и повышать веса. Ходить в зал, а так ничего не будет. Повышать нагрузку. Да. Владислав Ефимов спрашивает, во сколько лет он начал заниматься? Ну, я не помню, ребят, я занимался всю жизнь единоборствами, как бы, там, 5-6 лет карате, там, 5 лет потом дзюдо, тайского бокса, сейчас уже на ММА перешел, поэтому, ребят, я, честно говоря, не могу сказать. Несколько вопросов спрашивали, как не бояться ударов? Как, как? Просто брать и спарринговаться, то, что вы делаете, то вам приносит результат. Занимаетесь спаррингами, вам приносит результат, вы уже не боитесь ударов, вы видите ударов, вы сами на них отвечаете. И далее, вам это уже приносит удовольствие. Так в любом деле. Как действовать в случаях самообороны? Я не особо понял этот вопрос. Я тоже. В случаях нападения, может быть, какого-нибудь? Уже есть видео на этот счет, я так думаю. Посмотрите там, как мы гопников уничтожали, точнее меня. Как зафиксировать правильную стойку при бою? Ну, что, я не понимаю, что он имеет в виду, но я так подразумеваю, что он имеет в виду, где ставить ноги, где держать руки. Ноги должны стоять, если у вас в обычной правша, то ножка одна левая впереди, одна сзади, чтобы передвигаться, контролировать. Вот, одна ручка у вас стоит на защите, можно даже две, а одна контролирует оппонента. То есть, постоянно чувствует, чтобы я чувствую дистанцию. Тимошенко спрашивает, что делать, если противник больше тебя? Ребят, на это отвечали. Постоянно передвигаться, не давать ему идти на тебя напрямую в атаку. Постоянно обходить его сзади, спереди, слева, справа, наносить удар, обошел, нанес, обошел, нанес. Постоянно передвигаться, не стоять на месте. И опять же, как победить сильного соперника, как перебороть страх? Тренировки, только тренировки и упорство с более сильными партнерами. Нанислав 0,1 Маркин спрашивает, поможет ли борьба в случае самообороны? Конечно, ребят, борьба это самое эффективное в случае самообороны, потому что вы можете сделать удушающе, сделать болевой, все что угодно. Борьба это самое крутое в самообороне. Дефендер спрашивает, куда бить сильного противника, чтобы он за один удар уложился на месте? Да в пар бейте, просто в пар, самое элементарное. А если дерешься как бы на ринге? На ринге, да куда? В голову бейте, в голову, в печень, в печень, голова, там, челюсть, что угодно. Самые незащищенные места, короче, куда-нибудь слабенькие. Видишь место открыто, туда нанес, ручки нанес, удары в голову, ручки поднял, тут же в корпус под печень и нанес. Легко все, ребят. Так, последний вопрос, ребят. Артур С5 спрашивает, как увеличить скорость рук? В любом случае у нас все идет от ног, поэтому делайте плеометрические упражнения. Открою вам небольшой секретик из следующих наших выпусков. То есть, это плеометрические упражнения. Далее мы вам уже расскажем в следующих выпусках по скорость, силу. А давай скажем, что это такое плеометрическое упражнение. Это что примерно? Ну, это, допустим, прыжки на возвышенность. То есть, вы прыгаете, здесь не задерживаетесь и спрыгиваете с платформы. То есть, без веса, да, делается? Да. Примерно как кроссфит. Ну, почти как кроссфит. Там есть специальные упражнения для развития скорости ног. В будущем мы вам расскажем об этом. Итак, друзья, короче, если вам понравились ответы на вопросы, то подписывайтесь на наши инстаграмы, ссылки будут в описании. Я уверен, мы сделаем еще ответы на вопросы, если будет много просмотров и лайков. Ставьте много лайков, давайте наберем больше тысячи. Да, ставьте лайки, ребят, надеюсь, вам понравилось, потому что мы стараемся для вас. И тогда мы снимем еще ответы на вопросы. И для этого нужно подписаться на инстаграмы. Игорю пишите вопросы, мне пишите вопросы. И тогда мы все это сколлаборируем и ответим на все ваши вопросы. Также много различных сюжетов, тем скоро продолжим. Будут у вас новые выпуски, уже научные данные и так далее. Как так? У меня телефон, короче, сам включился, приколитесь. Инстаграм. Это, короче, знак, знак, ребята. Это Самсунг опять. Да, подписывайтесь. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok